Галия Борезитовна уже 19 лет работает в школе. 18 из них преподает татарский язык и литературу. Сначала она стала победителем городского этапа республиканского конкурса и только затем была признана лучшей среди 16 финалистов в своей номинации. Галия Борезитовна, Центр образования Город Борезитовна. В конкурсные испытания вошли следующие этапы. Это урок, естественно, без урока никак. Урок, внеклассные мероприятия. Следующий этап у нас был мастер-класс и публичная лекция. После чего состоялся разговор с министром образования Республики Башкортостан. Эти этапы я набрала наибольшее количество очков. Даже отрадно то, что мы шли наравне с абсолютным победителем. И вот я стала победителем по направлению татарский язык и литература, чему очень рада. Мы, слова Галии Борезитовны, не оговорка. Над подготовкой к конкурсу работал весь коллектив 10-й школы. Подсказывали и предлагали идеи для открытых уроков. За свою учительницу болели всей школой. Не просто болели. Во время интерактивного голосования подключили всех – родителей, друзей, знакомых. Всего 2700 человек. Мы все, получается, голосовали, отправляли беседу друг к другу, родным, всем, кому можно было. Родительские беседы. Вся школа голосовала за Галию Борезитовну. Бежево. Болели тебе? Конечно, болели. Самый-самый лучший учитель – это она. Родной татарский язык для многих школьников почти как иностранный. Но с детьми, говорит Галия Борезитовна, они всегда находят общий язык. Нет, не русский, а язык сердца. Без слова учителя не будет педагогики. Поэтому отличаются ли дети с тем поколением? Скажу нет. Дети, сердце ребенка было и будет оставаться вместе с педагогом. Только личный разговор, личное общение может дать определенный результат в области образования. С ней солидарные дети. Взаимное уважение учителей и учащихся во все времена на первом месте. Вне зависимости от формы, получения информации, содержания – вот что главное. А дети всегда одинаковые. Это они и сами признают. Даже во времена древней Греции всегда старшее поколение ругало новое поколение. То, что им ничего не надо и т.д. И то же самое и сейчас происходит. Изменений никаких нет. И нынешнее поколение, оно такое же, как и старое. Но они одинаковые в детстве. Очередной конкурс позади. А впереди – школьные будни. Проверка тетрадей, заполнение журналов и уроки татарского языка и литературы. Который, в том числе и благодаря Галие Боязитовне, стал для детей по-настоящему родным. Лилия Гаррифульна, Валерий Зазулин. Время новостей.